доброе доброе утрица за окном нас встречает минус 15 метет но метет с южной части дома здесь не видно как качает деревья хотела показать ребятушки вот когда у нас метет вот такой вот эффект здесь корка льда порка льда покажу вам надо быть осторожным не скользящие утепляемся сегодня мне придется мою старенькую шубку достать все идем назад греется греется все еду на завтрак кормилица уже другая которую попозже насыпала корм голубка за ней смотрите как дети ой как дети за не полетели полетели окружают вот дебила снежка настоящая надо же как птицы тоже чувствуют энергию все все как детки за ней сегодня захотелось амлетик готовится чуть-чуть осталось нетик кофеечек чаще не заварила утро начинается с душа и вот что я придумала вот такой вот лозунг по жизни утро начинается с хорошего душа освежающего всегда как будто бы день начинаешь таким чистым открытым помылся взбодрился еще бы в бассейне конечно еще бы где-нибудь в море искупаться с утрец а о мечта мечта вот такая у меня мысль ребятушки надеюсь тоже вас мотивирую у меня вот такие глаза от шока приятного шока я не знаю у меня что-то сегодня опять так накрыла волна эмоций это какая-то вторая доза эмоции я очень рада спасибо большое я просто вдохновлена безмерно спасибо ну все окно открыла бешеный ветер теперь и с этой стороны а холод-то холод ой-ой-ой-ой-ой минус 20 уже градусов ну как всегда навожу красоту с утра уже рассвело холод думала все-таки в курт и маму надо снова отвезти в больницу делаем ей укольчики внутривенно и в общем я поняла что придется шубку то достать шубку потому что ну очень холодно у нас в чем можно ходить по улице это шуба свою шубку я покупала аж 2010 году очень рада что мех хороший и она пока еще греет все сейчас будут доставать ну в куртке я просто обморожусь тем более и так уже подкашливаю надо беречься одеваться по погоде до этого ночью на сайму сходила не по погоде оделась и результат сейчас ингаляция горло полощу и так далее сегодня такое состояние видимо из-за переменной погоды аж простей не заправила и хотела показать а штанишки то вот кстати тоже и фроши красила стрите подходит надо же какая милость получилась в общем хотела показать что штанишки я одеваю кальзедония мне очень нравится девочки на заметку бесплатная реклама к сожалению бесплатно пока придется на и на их обновить видите что-то закаталась чем они с таким как объяснить напылением хлопково потому что у меня на 6 аллергия может быть особенно ногах хлопково напыление такие плотненькие хорошенькие в общем утепляюсь все надо беречься добегалась одеваюсь не а мне поможешь раскрыта сейчас не помогут раскрыть шубку вот так вот я и в чехле и я вспомнила я же моль увидела у нас из вентиляции прилетела надеюсь она не позже она эту штучку ты так и не купила с больницу стали ездить на уколы и все смотрите продаю несколько раз уже зашивала но это не видно почему зашивала потому что я вот еще раз повторюсь чтобы она 2010 года но видите мех великолепнейший я уже как-то рассказывала про меха да мне же ой нет вроде не позже ну ну-ка мнение не слава богу нет да мне жалко животных я вообще ну понимаете нам на севере надо выживать и никакой пуховик даже финский не спасает ну суровой действительности что делать в общем такая шутка мех мне нравится потом я вам расскажу в чем прикол почему вот мех я все восхищаюсь видите нет заломов то есть 2010 года вот представьте 2010 год сейчас 2022 год вот и я ее до сих пор нашу покупала помню в кредит только начинала работать долго выплачивала зато видите по сей день она меня радует и не в такой плотной надо плотно выбирать прям чтоб тепло было по щелчку щелчки тренироваться делать в общем готов мой образ на сегодня делал прическу сделан макияж чуть-чуть синяки остались но это наверно сосудистая то что как-то я не выспала сегодня и либо на перемену погода еще раз повторюсь после к вида у меня появилась сверхчувствительность на перемену погоды но я борюсь наверное куплю какие-то таблетки еще специальные ну как чтобы вот это все сосудистые проблемы убирать в общем надеюсь образ вам и сегодняшний нравится но и все и все вроде бы нормально выгляжу более-менее прилично все поехала повезу мамочку все утеплилась оделась шуба слава богу застегнулась а там иногда замочки то как сказать заедают я кстати хотела сказать что стараюсь подниматься и спускаться пешком не на лифте ну во первых это полезно ну конечно полезно такой как вынужденный фитнес и конечно же я благодаря одному человеку начну ходить на фитнес наверное остальные клубы не буду искать хотела хотела ворт классно на экскурсию там что-то вчера девушка позвонила как-то так разговаривают в общем у нас закрытый при этом но не особо старая но не то что старается общем неважно это и далеко мне ездить по пробкам опасно у нас там все время аварии еще же каток многие на лысой резине в общем наверное я может быть в этот хоп то и начну надеюсь на выходных уже буду потому что надо заниматься одышку убирать после ковида и так далее все на улице холодно наверно там не буду снимать надо осторожно я свои не скользящие одела видите поток метет зима зимушка пришла к нам что-то я сегодня никакую в телефоне не посмотрела погоду сейчас этот прогрет еще машина минус 18 за окно но один плюс не припорошила и мне на морозе не пришлось сейчас заниматься еще одним бесплатным фитнесом все осторожненько еду какой эффект оказывается камера то насколько отдаляет солнышко то она ближе по факту солнышко то ближе саляйте заднее стекло то забыла чистить вот я это прошляпала потом как я буду парковаться сзади ничего не вижу ладно сейчас поеду недалеко относительно а ну все дворники прилипли а так красиво красивенько но вчера была ясная погода и было эффектнее вот это нас почему трясет не то что дорога неровно потому что вот вот это где-то под застыло калышки образовались и из-за этого неровная поверхность и плохо да у нас в городе плохо чистят не у нас заезд вообще нечищен нечищен не ну ладно уж прям есть и хуже у нас еще не лучше как них лучше не чистили ни разу покажу буду справедливой не ну мы же не были давайте вот двадцать пятый микрорайон вот у нас всегда спор я свет но какая разница если ни разу не чистить еще за так ладно с мамой соглашусь мама права мама святое все придется и вот так вот капюшончик шуба села ребятушки села впритык так держитесь мамзель скользко вот я сколько раз сетовала что нельзя поближе парковаться я хотите историю я вот здесь вот портанулась однажды вдоль дороги меня были боли в ноге сильные это было лето хорошо что еще ну как бы кроссовки одел попроще а здесь я знак не увидела здесь эвакуация знак и как-то вообще на моей памяти там ну редко тут эвакуировали общину я не встречала в живую и что вы думаете я причем приехала на рентген еле доковыляла по этим ступеням на обезболивающих было хреново моя сигналка как заорала конечно я пошла не отключалась стояли мне кажется дпс эвакуатор моей машины нет они на моих глазах я давай умолять объяснять вы что у меня нога как бы я доковыляла и так далее очень бесполезно потом не буду же грузить как я поехала сколько денег заплатила чтобы забрать со штраф стоянки штраф платила короче тысячи одна проблема вот так вот хотя я людям сказала со слезами этом разрыдалась вообще от ужаса от шока потому что мне потом домой возвращаться а тут кстати один мужчина он не выдержал вот спасибо ему наградки конечно он подписан на мой канал он увидел что я там рыдаю все бесил услышал и он помог спасибо мир не без добрых людей вот еще раз говорю не без добрых еще хотела пожаловаться я не понимаю почему процедурный кабинет здесь на четвертом этаже вообще почему бы не сделать комфортно для людей на первом этаже то есть зашел ноги же от головокружение ставят уколы и так далее тому подобное с болями да там а тут вот этот лифт на который надо дождаться очередь рисковать особенно в период к вида в тесных условиях подниматься смысл да почему не сделать вы здесь бы на входе сделала процедурный кабинет насколько было бы проще разгрузить во первых лифты сделать приятное людям чтобы они не мучились лишний раз не рисковали своим здоровьем к сожалению сколько погибших от этого к вида ну а я я не люблю лифты как я поднимаюсь когда мне надо ну конечно же я не буду на очереди стоять у меня на 100 лет не надо я иду пешком вообще стараюсь пешком по возможности все сейчас поднимаюсь четвертый этаж сейчас меня спросят почему не ставите тогда не ездите уколы платно честно до этого финансово не было возможности потому что очень много денег потратили когда вся эти одышка маски надо тренироваться очень много потратили на лекарства на физиолечение которая худо-бедно нам помогло и уже все как бы платно уколы это тоже ну не дешевое удовольствие ну у нас сургуте не развита чтоб на домой делали да лучше конечно а стерильных условиях делать вот поэтому мы стали делать в поликлинике то девочки очень хорошо делать спасибо им огромное кто меня смотрит вам спасибо все чисто сердечно я вас люблю вот здесь ставят великолепно вот потому что у меня был опыт когда платно ставили там требовалось например не вот поэтому мы здесь все добралась еду по возможности конечно я бывает что в поликлинику приходится обращаться на меня одна подписана моя знакомая с процедурного отдельное спасибо и привет ребятушки долго не буду снимать я хотела показать сейчас разверну камеру вот эту фразу я ее увидела давно у нее хотела побывать называется мечтай сейчас поближе покажу так она выглядит я почему-то думала что она у церкви но она находится вот здесь вот очень символично вот так вот очки забыли ну ладно ребятушки общем обморозились хорошо здесь рядом кафе сюда зашли покреемся за одно пообедая и отметим еще одно событие больше что мы мне что каждый день будет погод боже бог и я вот спасибо я не знаю как еще сказать еще будет шорт ну снимать не получится потому что музыка наушники я не взяла что-то неожиданно решили мы зайти здесь если честно зашли погреться вообще замерзли градусы падают за окном ребятушки пока отключили музыку а не успевайся на 8 посуда шикарно салатик такой вот эти симпатично ну честно что-то думали тоже будет большая порция взяли на двоих на соус до гранатовый но выше мне кажется ничем не испортить это гречески с брынзе на каш классика жанра вкусненько полезно овощи всегда это приятно полезно и нужно кушать сплощайся Меню очень красивое, красочное. Так полистаю чуть-чуть в обратную сторону. Не кушаю. Тут у меня мамочка, мамочки и я. После поликлиники решила ее побаловать. Чай заваривается. Зато у мамы поднялось настроение. Вы знаете, смех улыбается, смеется и счастлива надеюсь. Еще вот эти буковки посмотрели, поснимались. Что-то еще хотели. А, я же чаевница. Кто не знает, я вообще. Чай, кофе это моя самая-самая любовь-любовь. В очередной раз спасибо за настроение мне и моей мамуле. Спасибо. Вы волшебник. Смотрите, тут дровишки. Дрова такие хорошие беруты. Там сухие здесь. А мне все равно придется эту музыку накладывать. Чистят хоть объездную. Так. Причем вот наш вместо бензинчик так. Стремлась эта варенья. Вылась, вылась. Ой, еще я подешевле где заправиться на Газпроме. Очень дорого, хотя там наш бензин. Можно сказать, мы уходим по этой земле, где под нашими ногами добывается нефть. Ребята, представляете, машина-то моя уже все постарела. Смотрите, дворники от льда так не отошли. Плохо прогревается. И шумоизоляция, я обратила внимание, ну вообще никакая. И вы можете заметить, что я вот если снимаю, когда просторы наши с машины, обычно накладываю звук. Почему? Чуть ровнее оператор. Потому что звукоизоляция ужасная. И когда я говорю, я микрофон обязательно стараюсь провести. Выберу где подешевле, повыгоднее. Звукоизоляция никакая. Потому что машина уже старенькая такая. Еле-еле сейчас она у меня прогрелась в кафешке. Сейчас пока едем, хоть она разогрелась. Вот. Конечно, машину бы поменять, ну не знаю. Вот сейчас сколько они стоят, наверное, очень-очень дорого. Я, конечно, у меня вообще... Я хотела еще сказать. Я же с двадцатого года не путешествую. Почему? Многие спрашивают. Вот ты никуда не ездишь. Да просто, ребят, нет денег. Просто не было денег. Случилась пандемия. Случился кризис. У меня в том числе. Ну и вот так вот, что сказать. Вот. А машину-то тем более, ну куда я сейчас ее поменяю? Ребятушки, тут пока искала более, самую дешевую заправку. Все-таки сейчас машина будет молотить, дай бог, из-за морозов автозапуск, чтобы она не заморозилась. Приехала я на, так путаю, югорский тракт. Сейчас покажу. Вот здесь вот он находится. И увидела очень-очень, в общем, с той заправки я не смогла вырулить сразу в город, на центр. Получилось опять я поехала по объездной и увидела просто потрясающий эффект. У реки Обь идет, как мама говорит, ледостав. Река еще не замерзла, потому что у нас стояла шикарная-шикарная погода. И сейчас я хочу поделиться с вами этими красотами. Сейчас попробую. У меня, конечно, телефон плохо приближает. Это старая версия айфона. Смотрите, ну попробую снять красоту. Смотрите, еще издалека. Знаете, такой у воды как пар, вот вдали. Вот сколько я седаю, что у меня дрона нет. Как бы это было красиво заснять над рекой Обь. Это просто восхитительное, в полном восторге. Но уже вода в Обь схватывается. Уже схватывается, уже замерзает потихоньку. И у нас, конечно, как никогда все это поздно в этом сезоне происходит. Чему я неимоверно рада. Мы с вами прогулялись очень много. Полюбовались природой нашей, посмотрели. В холод, конечно, особо не нагуляешься. Я, допустим, вчера не гуляла. И сегодня, я не знаю, если ветер будет меньше, конечно, я постараюсь в парку выйти. Но смотрите, эта красота неимоверная. Просто красота. Еще раз вам покажу. Вот пар. Все, держу ровно камеру. Посмотрите, от воды идет пар. Обожаю я просторы. Это просто восхитительно. Здорово, что у нас эта новая дорога в нашем городе. Это потрясающе просто. И можно полюбоваться на эту реку. У нас раньше этой дороги не было. И к реке вообще особо подхода не было. Потому что была такая вот набережная. Там кусочек. Особо не разгонишься. А сейчас здесь можно прокатиться. Есть вот эта площадочка. И можно полюбоваться на такие потрясающие просторы. Я делюсь с вами этой красотой нашей северной. Да, у нас холодно северно. Но как-то выживать надо, зарабатывать надо. Красота. Получается, вот здесь вот у нас view point. Такая площадочка. Можно подъехать. Ее чистят. Здесь стройка. И вот я еще говорила, у нас город контрастов. Частный сектор и новые дома. Ребятушки, заскочила монетку. Помните, я вам про гранат говорила? Не знаю, откуда они. Может, скорее всего, грецкие. Ой, сейчас возьму я гранат. И меня ранует то, что цена вообще хорошая. Видите? Цена будет доступна. Бананы что-то дороговастенько. Но вот гранат точно возьму. И виноград мне нравится. Виноград хорошая цена. Но такие цены не везде. Это вот прям повезло. Так, анжирчик. Анжир почем. Анжир не вижу почем. Ну, я уже в прошлом видео с вами говорила, я вообще за то, чтобы более натурально кушать. Это правильно. ПП, питание это всегда важно. Ну, потому что нужны витаминки и прежде всего натуральные. То есть витамины пить это одно, но это все равно все искусственно. Так что беру я точно гранат. Беру я бананы. Беру я виноград. И еще что-то приготовить на ужин. Даже фирменный пакетик. Вот написано ресторан. Причем, ну, цены, мне кажется, для сургута прям вообще неплохие места, где живет солнце. Получается, кавказская кухня там. Ну, кавказская мне подходит в том плане, что это всегда много овощей. Как-то все свежее. В общем, мне понравилось вообще на вкус. Все вкусненько. Вот так вот упаковали. Сейчас попью вместе с вами кофеек. С этим десертиком угостимся. И вот так вот у меня получилось два пакета. Еще воды взяла воду. У нас нет нормального фильтра дома. Я пью питьевую, стараюсь не сургутскую. Еще хотела показать. Так, свет включаю. Уже за окном темно. Сушу белье на морозе. Моя уже постель тут. В общем, знаете, что я даже дремчиком своим скидывала. У меня коллега привозила песочек с Мадив. Сейчас я любуюсь на Мадив и скоро будет выпуск. Всегда мечтала побывать там на этом белом песке. Вот так вот его можно пощупать, потрогать. Такая красота. Ну, не знаю, это прям вот. Я раньше как-то особо не мечтала вот именно на Мадивах побывать. Сейчас что-то так подумала. Так бы хотелось. Ну, не знаю, там даже цены боюсь смотреть. Там, наверное, что-то заоблачное. Когда вот коллега ездила. Это, мне кажется, 19-й год был еще до пандемии. И тогда вот она мне называла цены такие. Они мне... Я тогда могла себе позволить только в Турцию съездить. Там хорошенький какой-нибудь отельчик со скидочкой тоже выбрать. Мадива я поняла, что я не могла доехать. Дримчиков смотрела. Они в том году ездили. Там красота такая бешеная. Сейчас вот надеюсь тоже посмотреть. Фотки всегда их смотрю. Ну, красота, красотеева. Ну, и спасибо блогерам, которые показывают вообще хотя бы онлайн попутешествовать. Это вообще бесценно. Я смотрю всегда на большом экране. Потому что, когда смотришь природу, нужен большой прям экран, чтобы... Ну, это более эффектно. Тем более у них съемки там с дрона. Вообще красота. Так, на тарелке это выглядело эффектнее. Называется шоколадная колбаска. Был заказ сделан одной. Это 100 грамм. Вот на двоих мы решили. Выглядит аппетитно, но на тарелке выглядело эффектнее. Мне понравилось, как упаковали. Я вообще человек деталей. Видите, вот эта штучка такая. Там, ну, хорошо. Причем, удивляюсь, у нас, ну, как бы, не везде так пакуют с собой. Где вот я заказывала? Это, наверное, пол в хаус. Вот. Такая красота. Сейчас будем кофеечек пить. Сейчас про Мальдивы говорила. И представляете, в общем, футболку одеваю. Ну, я такая, думаю, какую-то хочу тоненькую, но не маечку. Потому что квартиру хорошо так проветрили. Относительно свежо, но жарковато. Очень-очень тонкая ткань. И здесь, смотрите, написано tropical vibes. То есть называется тропическое настроение. Вот просто случайно достала. Даже не думаю, какая там надпись. Вот так вот. Так. Кофеечек готов. Наверное, я сюда свой свет еще поставлю. Вообще, как-то темно у нас. Уже темно в 4 часа. Все, день становится таким прям коротким-коротким. В общем, пробую я этот десертик с хурмы, который там не протестировала. Так вот, наверное, на цеплой ее. Он такой, этот, такой рассыпчатый получается. Сейчас покажу вблизи. Ну, вкусно. Прям домашнее. Ну, официанток, мальчик, мальчик. Официант, в общем, он сказал, вот прям делали для вас. Сейчас покажу вкусно. Мне понравилось. В общем, мой кофе обычный. Фильтр кофе со сливками. Вот он десертик. Еще раз покажу. А, я же показывала. Ну, ладно, покажу вот так. Видите, оно прям хрустяще. Аж рассыпается. Мне очень понравилось. Прям, знаете, такой вот вкус в детстве. У меня мама так делала в детстве. Бесподобно. Ребятушки, последний, точнее, заключительный кабачок этого сезона. Дачный. Эко-продукт режется, как тыква. Сейчас ножик не наточили. Мама режет острым ножом. Осторожно, что у меня страшно. И он очень-очень жесткий. Сейчас будем готовить ужин вот с нашим кабачком. Какой он восхитительный на вкус. Эко-продукт без химии. Так, обрядилась я на балкон снимать белье. Все, закончились времена, когда раз выскочил. Все там снял. Сушим ему белье на балконе. Одела, конечно, не шубу, а курточку, шапку. Вот так вот я выгляжу. Сейчас иду на балкон. И взяла перчатки. Ну, знаете, не уличные. Потому что белье же чистое. Вот эти. Кстати, у меня люблю я записывать что-нибудь. Или в заметки в телефон. И в такой блокнотик записываю. Все свои. Стараюсь составлять все, что я хочу планировать. Это очень важно. В общем, перчатки. Но перчатку, похоже, придется обновить мне. Видите? Нашла вот, которые чистенькие, не ношенные, не для улиц. Одеваю иду. Ой, у меня же такой сегодня полудомашний влог. У нас уже вторые сутки. Дует сильный ветер. Хотела вот что показать. Смотрите. Вот это специальный... Ну, вы поняли. Смотрите. Дверь аж раскрывается от силы ветра. И... Ну, вот окошки у меня открыты, чтобы белье сохло. Ох ты! В тазик аж намело. Хотя, представляете, тут сеточка москитная. Намело. Снега-то намело. Так. Вот белье сейчас буду снимать. Ну, просто я до этого снимала. Все красиво. Обзорчики там по городу. Все это. Ну, когда влогово-формат снимаю, то, что я делаю, в принципе, у меня не по... Ну, как... Что делаю, то и снимаю. Можно сказать, одним кадром. Все. Сейчас снимаю белье. Долго не могу здесь находиться. В перчатках. Потому что оно... Такое, знаете... Сейчас покажу. Такое... Сейчас еще пока градусов-то не минус 30. Оно не колом. Но свежее. Будет запах потрясающий. То есть свежий воздух. Тем более у нас, видите, такая зеленая зона. Еще покажу. У меня часть здесь хранится баночек люквенного варенья. Потому что в холодильник не все поместилось. Да, оно заморозится. Но зато не испортится. И по необходимости получается... Потом я буду заносить, размораживать и кушать эко-варенье. Вот. Хотела показать. Нет. Все-таки, видите, колом стоит. Мой пододеяльник. Нет. Все. Заморозилось. Сейчас я буду вешать там у себя поближе в коридорчике. Чтоб оно до конца все просохло. Вот что значит, когда нет сушильной машины. И хочется свежее-свежее такое белье. Чтоб оно пахло свежестью. Помните, мне, я говорила, очень нравится Догас. Вот еще раз показываю. Нравится мне качество. Может быть, конечно, есть еще какие-то фирмы. Когда все от количества нитей. Вот я узнала, что это очень важно для постели. Но пока мне нравится, как говорится, что имеем, то имеем. Вот так вот я вешаю. Оно почти полусухое. Несмотря на минусовые градусы. Вот здесь вот я вешаю в небольшом коридорчике напротив ванны. Сейчас оно досохнет. И потом буду гладить все это дело. Либо сегодня, либо завтра. А делаю все это я по трек. Одежа The Last Goodbye. Мне так нравится. Ну, знаете, как-то мотивирует. И я хотела сказать, когда вот все-таки музыка характеризует человека. Ну, вот характер. Вот этот, знаете, ритм, мелодия. Какая нравится. Я прям, знаете, мне так нравится. Греет душу этот трек. Я рада, что я узнала этот трек. Спасибо. Кому это спасибо, я думаю, этот человек знает. Спасибо. Я еще вчера из списка у дримчика все-все прослушала. Мне треки очень понравились. Так. И вот я решила, значит, кабачок. Сверху фарш из мяса индейки. Соль, перец. И сверху вот так вот складываю помидорки. Сыр не хочу. Знаете, что-то так покушала. Я же вообще жирно не люблю кушать. И мне сегодня хватило в кафе. Поэтому сыром посыпать не буду. Даже моцарелкой. Ну, конечно, если бы мне заказали, допустим, ко мне бы пришли в гости и захотели с сыром, я бы сделала. А поскольку сегодня у нас предпочтения с мамой совпадают, будет вот так вот все. Сейчас вот это все сделаю и отправляю в духовку. Так, прозвенел звоночек. Такой вот рукавичкой достала я наш ужин. Вот такой вот ужин. Приятно пахнет, симпатично выглядит. Это очень-очень вкусно. Потому что дачный кабачок очень вкусненький. Все, сейчас буду кушать. Еще хотела сказать, я стараюсь своими техническими проблемами не загружать своего зрителя. Но хотела предупредить. Скажу в этом влоге. В Телеграме у меня все-таки маленькое количество людей. Хотя там много всего интересного. Позже. Подписывайтесь. Не теряйтесь. Телеграм сейчас это сила информационная. Ну, по крайней мере, для меня точно. Завтра буду решать многие технические вопросы, связанные с техникой. Как провести стрим. Буду много изучать информации. Я сам себе режиссер. Я сама все продумываю. Все технические трудности. Все на мне получается. Поэтому, возможно, постараюсь завтра снять что-то интересное. Но если затеряюсь, не теряйте. Потому что я готовлюсь к четвергу к стриму. И напишите, пожалуйста, в какое время вам удобнее было бы встретиться. Или все-таки пятница. Мне нужна обратная связь от волшебника. Я даже не знаю. Может быть, вы тоже напишите, когда вам удобно прийти на мой стрим. Записываю уже завершающий аккорд. Надеюсь, вам мои влоги понравились. Надеюсь, вы меня все-таки поддержите в виде комментариев. Это обратная связь от вас. Значит, мои труды не напрасны. Почему сейчас у меня больше сейчас влогового формата. Видите, погода очень резко изменилась. Плюс у меня поликлиника. Надеюсь, скоро мамочка выздоровеет. И у меня появится больше свободного времени. Ну, а также я уже иду на поправку. Спасибо всем за советы. Спасибо волшебнику. С помощью вас у меня сейчас больше возможностей быстрее поправиться. Потому что вы далеко. Но я чувствую вашу поддержку очень-очень сильно. Это бесценно. Бесценно. Просто бесценно. Поэтому у меня сейчас больше влоговых форматов. Конечно, я постараюсь посетить еще какие-то интересные места. Показывать. Я не буду переставать обозревать также наш город, магазины. Сейчас сезон скидок. Посмотрим с вами. Поездим. Самое главное, чтобы совсем нам дороги тут не замело. Ну, все, дорогие зрители. Хотела сказать, на этой прекрасной ноте я завершаю сегодняшний влог. Если он вам понравился, напишите, пожалуйста, комментарий. Поставьте лайк. Подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Не забывайте. Всегда напоминаю. Потому что не напомнишь, не сделают. Огромнейшее спасибо за позитив. Я буду, наверное, говорить это словами, не только надписями. Одному волшебнику большое-большое спасибо. Вы подарили мне сегодня позитив на сегодняшний день. Помогли от моей метеочувствительности. Потому что зарядили какой-то бодрости, энергию. И столько было у меня хорошего настроения, что я зарядила и своего родного человека. Ну, все. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok